Кулачный бой на корпоративе. В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который по предварительной версии причинил вред здоровью своему коллеге. Сотрудники правоохранительных органов установили, что 8 июля текущего года компания коллег на съемной квартире одного из домов по улице Титова отмечала праздник. Во время застолья между подозреваемым и 21-летним потерпевшим возник конфликт, в результате которого первый нанес удар кулаком в область головы оппоненту. От полученного удара молодой человек потерял сознание и упал. Скорую помощь вызвали свидетели инцидента. Фигурант уголовного дела в кратчайшие сроки был задержан и доставлен в отдел полиции, где признался в совершении противоправного деяния. Расследование уголовного дела продолжается. Любители наркотиков задержали сотрудники полиции в Саранске. Молодые люди 1994 и 2000 годов рождения были остановлены полицейскими 12 июля в седьмом часу вечера. При себе у них был пакетик порошкообразного вещества. Согласно проведенному исследованию, изъятое было признано синтетическим наркотическим средством. Сотрудники органов внутренних дел выяснили, что задержанные приобрели его у неустановленных лиц для собственного потребления. В отношении них принято мера принуждения в виде обязательства о явке. По данным фактам возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств». 15 июля в Саранске в полночь по проспекту Ленина таксист на Лазе Гранта, выезжая со второстепенной на главной, не уступил дорогу «Шевроле-Лачете». И столкнулся с ней. В результате ДТП водитель «Лады» и 79-летний пассажир «Шевроле» с различными травмами были госпитализированы. Уже на Пролетарской в 10 утра водитель «Хайма» перед поворотом налево не занял крайнее положение на проезжей части и столкнулся с «Шевроле-Лачете». В результате ДТП водитель «Хайма» и 21-летняя девушка-водитель «Шевроле» были осмотрены бригадой скорой медицинской помощи. За выходные сотрудники Росгвардии выезжали для проверки сообщения о краже товаров, которые поступали из разных торговых точек региона. Объектом посягательства традиционно выступают продукты питания и алкогольная продукция. Правоохранителями было задержано пять граждан. Сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя в Рузаевке. «Хюндай Гранд Старок» свелял из стороны в сторону в 4 утра на улице Ленина. Пьяным водителем оказался житель Москвы. На него был составлен протокол об административном нарушении. Более ста подростков смогут отдохнуть и укрепить здоровье в оздоровительном лагере для детей сотрудников УФСИН по Республике Мордовия. Для них разработан ежедневный план мероприятий занятости. Это конкурсы, концерты, спортивные соревнования, военно-патриотические игры и дискотеки. Отделом полиции города Саранск устанавливается личность мужчины, который похитил 105 тысяч рублей из автомобиля «Газель». Преступление было совершено 10 июля 2019 года. Примет разыскиваемого на вид 55-60 лет, рост 165-170 сантиметров. Волосы седые, имеется лобовая залысина. Был одет в спортивный костюм синего цвета. Просьба гражданам, кому что-либо известно о личности и местонахождении указанного мужчины, сообщить об этом по телефону 29-77-88, 29-77-58 или 02. Редактор субтитров А.Семкин